В наше время люди редко пишут бумажные письма, но когда-то это был единственный шанс связаться с близким человеком, поделиться с ним своими переживаниями, рассказать о текущих делах или просто написать про погоду. Особенно поражают старые рукописи, ведь в каждой такой весточке заложена частичка истории. В Перми на территории музея авиации не так давно произошло событие, побудившее музейщиков попытаться разобраться в истории, произошедшей почти 70 лет назад. Обновляя свою территорию, они решили разобрать старый бревенчатый домик, чтобы заказать установку на его месте современной зоны приветствия гостей, рассчитанной на летний период работы. Вот здесь их и ожидала неожиданная находка – письмо, датированное майским штемпелем 1952 года. Историю про находку и фотографии самого письма работники музея разместили у себя в группе «Пермский музей авиации». Хорошо сохранившийся конверт указывает, что письмо было адресовано Горбуновой ЛВ. Из письма выясняется, что девушку звали Люба. Писал ей из Казани в город Молотов, когда 1957 года называлась Пермь, некий Жигулёв В, который в подписи в конце письма обозначен как «Веня». По содержанию письма чётко прослеживается, что молодой человек пишет своей девушке. Необходимость учёбы вынуждает его уехать, но он помнит свою Любочку и даже осторожно высказывает ей сожаление, что она написала ему всего лишь открыточку, а так только отвечает на его вопросы. Но он рад и этому, лишь бы не забыла совсем. Автор письма рассказывает, что двое его соседи по комнате ушли заниматься, трое на концерт, а ему настолько одиноко, что ни на что не поднимаются руки. Давайте окунёмся в эту необычную атмосферу. Что делается не пойму, работы уйма, никогда за свою жизнь не был так загружен. И однако ничего не делается. Смотри, сколько надо сделать до конца месяца. Сдать зачёт по радиотехнике, черчению, 4 листа. Лист по машиностроительному черчению, контрольную работу по электротехнике. Оформить 4 работы по вакуумным приборам. Зачёт по практике в механических мастерских. По генераторам током и ещё два зачёта, секретных. Любочка, что же делать? Руки не работают, а отставить нельзя. Пропустишь час, едва ли воротишь. Здесь всё рассчитано до минут. Как тесно в графике. И ещё полтора таких напряжённых года. Я не люблю жаловаться, а вот тебе написал. Не обижайся. В письме так и сквозит молодость, тоска по любимой девушке и ответственность за свою учёбу. Он делится с Любочкой своими впечатлениями о Казани, большом городе, куда он приехал учиться. Всё-таки здесь лучше, чем в Молотове. Раньше я не писал так, потому что не видел Казани. Мне как-то пришлось всю ночь побродить по Волге и окраинам Казани. Не забыть мне этой ночи. Впервые я видел Волгу, да ещё в свежести уходящего вечера. Бывает в жизни человека такой день, воспоминания о котором остаются на всю жизнь. Почему только не было тебя рядом? А я думал о тебе тогда, и мне было как-то грустно. Ощущала ли ты такое чувство? Трудно писать, а чувствую и представляю всё хорошо. Это действительно нужно чувствовать сердцем, чтобы понять этого ответственного парнишку, который явно получает какую-то серьёзную специальность. Хотя душа-то его ещё остаётся в родном городе, ещё не прикипела до конца хотя и красивой, но не совсем близкой Казани. И мысли улетают ещё дальше, и вот он уже признаётся Любочке, что мечтал бы сейчас готовиться к экзаменам в молодом Березняке. Несказанным между строк слышится, что вместе с любимой девушкой. И снова перескакивают мысли на другую тему. В юной наивной надежде он пишет «Не могу дождаться таблицу выигрышей. Хоть тысячонку выиграть и прилететь к тебе на денёк. А верно, прилетел бы и удивил тебя. Вот приду, когда тебя не будет дома, и мне скажут, она ушла с Ваней. Тогда я сразу обратно. Дай, Любочка, твои губки. Целую крепко. Твой братик Веня». Директор Пермского музея авиации Сергей Павлов порылся по своим источникам и знакомым. Ему удалось выяснить минимум информации. В разобранном сейчас домике когда-то жили дедушка и бабушка его друга детства. По имени и фамилии удалось выяснить, что Любочка из письма является сестра дедушки. Но родни с фамилией Жигулёвы у них точно не было. Поэтому слово «братик» в письме явно не соответствует действительности. Да и сам тон написанного далеко не «братский». Явно чувствуется, что влюблённый молодой человек пишет своей девушке, с которой расстался из-за учёбы. Судя по всему, взяли его на авиационную специальность, связанную в будущем секретной работой. Страницы письма в нескольких местах размыты. Возможно, девушка плакала, вспоминая, как вместе с любимым Веней готовилась к урокам и в шутку называла его «братиком» за то, что он так хорошо её понимал. Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу ушедших годов и чувств, сотрудники музея прикрепили к посту ВКонтакте сканы в высоком разрешении. Представители музея мечтают что-то разузнать о том, как сложилась судьба Венина, писавшего почти 70 лет назад это письмо. Что касается Любочки Горбуновой, она давным-давно уже переехала в находку, а к настоящему времени уже и покинула этот мир. Поскольку письмо было найдено в заброшенном доме, можно предположить, что жизнь развела двух влюблённых в разные стороны. А послание Люба хранила долгие годы. Кто знает, в память или в надежде, что её Венечка когда-нибудь вернётся. На этом всё друзья, поделитесь этой необычной историей с друзьями и близкими. Пишите ваше мнение в комментариях. До скорого!